Свои брия священнейшие воды Год назад в этом уголке парка освящали часовню имени иконы Божьей Матери в Атапецкой. Сегодня епископ Котловский-Ивельский Василий провел обряд освящения Звонницы. Два важных объекта дополняют друг друга. Социальное учреждение стало обладателем уникального духовного центра. На Руси колокольный звон, это всегда было очень такое хорошее и нужное дело. Он, колокольный звон, пробуждал человека от сна телесного и сна духовного и призывал его к молитве к храму Божию. Звонница с пятью колоколами появилась здесь благодаря трудам и вложениям многих людей, добрых друзей реабилитационного центра, в числе которых группа ЭЛИМ, предприниматели, сотрудники учреждения, родители детей с ограничениями в здоровье. О том, что звук церковных колоколов очаровывает своим звучанием, знают многие. А вот о том, что колокольный звон способен исцелять, осведомлены, как правило, единицы. Как говорят ученые, вот такие особые глубокие музыкальные звуки, они иногда помогают детям очнуться и начинать мир воспринимать по-другому. Особенно детям, у которых аутистический спектр, детям, которые живут в своем мире. Пациенты реабилитационного центра больше других ждали моменты, когда можно будет самим позвонить в колокола. Говорят, ощущения непередаваемые. Здесь лечат тело в здании центра, а душу лечат нам, пожалуйста, церковь. Звонится, открывается то же самое. В воскресенье мы пойдем в церковь. И душу тоже ребенка и самой себе нужно лечить. Чтобы кто-то пришел, подошел, посмотрели, позвенели, если это можно, обязательно нужно. Поэтому, да, скажи, нам тоже сегодня это нужно. Да, мы сейчас тоже пойдем звенеть. Территория вокруг реабилитационного центра будет и дальше облагораживаться. В планах руководства к пятому дню рождения центра заложить при входе парк друзей.